18 часов столицы в студии Альбек Абдилов. Добрый вечер. Число излечившихся от коронавируса и пневмонии в Казахстане увеличилось до 51 260 человек. Доля выздоровевших в сравнении с количеством заболевших достигла почти 64%. Такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, ежесуточный прирост заболеваемости снижен с 4 до 2%. Как результат, на треть сократилось число вызовов скорой помощи. Почти на 20% уменьшилась нагрузка на реанимационные койки. Провизорные и инфекционные стационары загружены на 54%. В Алматинской области число выздоровевших приближается к 3 тысячам. Чтобы сохранить положительную динамику, в регионе объявили двухдневный локдаун. Закрыты все туристические объекты, приостановили работу рынки и предприятия. В обычном режиме работают только продуктовые магазины и аптеки. За соблюдением карантина следят специальные мониторинговые группы. 12 бригад создали в Коксусском районе. Дважды в день они проводят рейды. Сначала введение карантина проводилась разъяснительная работа. С этой недели, в связи с тем, что ужесточение карантинных мероприятий идет, управлением на основании фактов нарушения начата работа по применению мер наказания к злостным нарушителям. На сегодняшний день составлено два протокола. На сумму 30 мероприятий мы физически отлично наказывали. В инфекционной больнице Атрау число пациентов сократилось на треть. Медучреждение рассчитано на 180 мест. Сегодня его посетил заместитель премьер-министра Яралет Тукжанов. Сейчас в больнице устанавливают кислородную станцию для тяжелобольных. Запасов одноразовых средств индивидуальной защиты хватит на три недели. Проблема с нехваткой лекарств полностью решена. В стационаре вторую неделю работают врачи из Астрахани. Они помогают казахстанским коллегам в лечении больных от коронавирусной инфекции. Яралет Тукжанов ознакомился с работой ковид-такси, которые выезжают на вызовы наряду с каретами скорой помощи. У нас ковид-такси работает с 14 июля до вчерашнего дня. Ну, 120-140 вызовов уже обслуживали. Пока они выезжают только в ночную смену, то есть с 5 вечера до 9 утра. Количество вызовов намного уменьшилось почти в два раза. В пик достигали до 1300 вызовов. Сейчас уже 700 вызовов. Больше 300 добровольцев в эти дни помогают медикам в борьбе с коронавирусом в Павлодарской области. Среди них не только люди, имеющие медицинское образование, но и спортсмены, педагоги, деятели культуры, заводчане и журналисты. Некоторые регулярно делятся результатами своей работы и впечатлениями в социальных сетях. Подробнее в материале Салавата Тимирбулатула. В Павлодарской области госпитали развернуты при всех государственных клиниках, а также в зданиях санаториев и даже самого крупного спортивного комплекса. Гульзира Атабаева – активист профсоюзного движения. Она одной из первых отозвалась на призыв сплотиться для борьбы с общей угрозой. Хрупкая девушка помогает в госпитализации больных, убирает помещение, моет посуду. А еще она регулярно пишет в соцсетях о тех, кто борется с опасным вирусом на передовой. Ее примеру уже последовали и другие молодые павлодарцы. Когда были установлены приграничные блокпосты Павлодарской области, и в тот момент пришло осознание, что мы, как никто, можем помочь своими организационными возможностями, усилиями. Сколько от меня потребуется здесь сил и возможностей, я постараюсь максимально их вложить и побыть побольше здесь времени. Ну что ж, наступила очередная смена в тряш в центре Байантау. Еще один доброволец, который в эти дни работает в сортировочном госпитале, Константин Музалевский. Он также в свободное время освещает работу медиков в социальных сетях. Самое сложное, говорит он, это все время находиться в защитном костюме. Когда я принял это решение, естественно, я не хочу сказать, что с радостью это все дома восприняли, но я принял для себя это решение, я сказал, я озвучил, что это мое решение, что я обязан здесь быть, здесь помогать. Я продолжаю по мере возможности не так часто озвучивать то, что здесь происходит. Почему? Потому что, чтобы не было информационного голода. Первые были слухи, что здесь смертность в тряш-центре. Нет, такого и не было. Но плохое отношение медицинского персонала, это абсолютно не так. Каждому подходит, есть медсестры, есть санитары. Среди добровольцев в этом госпитале люди самых разных возрастов и профессии. Они трудятся посменно, каждый по 12 часов. Всего в регионе на призыв поддержать медиков откликнулось больше 300 человек. При этом работают они не только в крупных городских госпиталях, но и в сельских районах области. Из Павлодара, Салаватимир Булатулы, Саматас Панов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24. 38 кислородных концентраторов подарили больницам Алматинской области. Их приобрели на средства благотворительного фонда Шула. Все аппараты распределили между районными и городскими медучреждениями. Отмечу, за неделю неравнодушные казахстанцы собрали более 10 миллионов тенге. Их хватило на 79 концентраторов кислорода. На каждый концентратор были установлены индивидуальный уникальный штрих-код, который будет отслеживать сам фонд. То есть в любое время они могут отследить и проконтролировать, где находится тот или иной концентратор. Это сделано для того, чтобы избежать, чтобы концентратор попал не по адресу. Чтобы они находились именно в тех больницах, куда были распределены. Около 1 миллиона 700 тысяч казахстанцев уже получили единовременную выплату. По данным на сегодняшнее утро, от жителей страны принято больше 2 миллионов заявлений на назначение помощи из Государственного фонда социального страхования. Напомню, выплату в 42,5 тысячи тенге назначают в случае потери дохода в связи с введением ограничительных мер в юле. Заявку можно подать несколькими способами. В том числе через сайты ЕГОВ, ЕМБЕКИ и ЗЭТ и с помощью телеграм-ботов или ресурсов банка второго уровня. Прием будет продолжаться до 1 сентября текущего года. Продолжение следует... В случае, если работодатель не подает заявку, то в этот раз эти требования были сняты. То есть в настоящее время только за наемных работников заявку может подать только работодатель. В случае, если работодатель не предоставляет заявку за своего работника, работник может обратиться в местные органы по контролю в сфере труда. 200 многодетных и малобеспеченных семей Тараза получили продуктовые корзины. Благотворительная акция прошла в одном из городских супермаркетов. В ней приняли участие предприниматели города. Каждая корзина состоит из макаронных изделий, круп, подсолнечного масла, чая, печенья, муки и молока. По словам организаторов, акция будет продолжена. К благородной миссии могут присоединиться все желающие. В целом обеспечить продуктами планируют больше 700 семей. Мы, жители этого города, и не хотим оставаться в стороне от проблемы. Пандемия коснулась всех казахстанцев. Сейчас всем нелегко. Поэтому наше руководство решило выделить 5 миллионов тенге в помощь нуждающимся. Так вместе, объединившись, мы сможем победить вирус. О событиях в мире президент США подписал указ о снижении цен на лекарства. По мнению Трампа, изменения помогут избавиться от посредников. Глава Белого дома подчеркнул, что цены на лекарства в Америке в среднем на 50% выше, чем в других странах. Он сообщил, что в ближайшее время намерен провести встречу с представителями фармкомпании. В случае, если договоренности не будут достигнуты, он издаст еще один указ, который будет гарантировать программе медстрахования Соединенных Штатов самую низкую закупочную цену на международном рынке. Сегодня я подписываю очень важный указ, который позволит обеспечить низкую цену на лекарства для наших граждан. Долгое время мы ждали этого от Конгресса и предыдущих администраций. И сегодня, впервые за 51 год, мы это сделали. Американцы платят за препараты в среднем в три раза больше, чем жители, к примеру, Канады. Многих это вынуждает закупать их там. В Южной Корее при поддержке фонда Билла Гейтса разрабатывают систему, которая сможет обнаруживать и уничтожать вирусы на ранней стадии. Об этом стало известно в Сеуле на международной конференции, посвященной борьбе с COVID-19. В ее работе в онлайн-режиме также приняли участие ученые из США, Великобритании и Германии. По словам профессора Корейского университета Ким Вуджу, он и его коллеги совместно с национальным телекоммуникационным оператором разрабатывают систему, позволяющую на ранних стадиях определять инфекции. Система основана на IT-технологиях, искусственном интеллекте и больших данных. Ким Вуджу прогнозирует, что пандемия будет продолжаться еще два года. Это, по его мнению, связано с тем, что люди не соблюдают санитарные правила. При этом профессор считает, что новые инфекции будут часто появляться из-за влияния на экологию. Но предотвратить появление вирусов можно, если соблюдать принцип «одно здоровье». Что же делали люди в прошлом? Уничтожали джунгли и леса, употребляли в пищу диких животных и из-за этого появились новые болезни. Вирус SARS возник в южной части Китая, когда стали употреблять диких кошек. Вирус Эйбола, когда в Западной Африке стали ловить летучих мышей. Нынешний коронавирус тоже начался от летучей мыши на рынке диких животных в Ухане. Ящик Пандоры человечество открыло через употребление диких животных. Поэтому для того, чтобы предотвратить распространение болезней, необходимо соблюдать принцип «одно здоровье». Когда человечество, природа и животные живут сообща. Туристический сезон без иностранных гостей. Такую картину сейчас можно наблюдать в Грузии. На отдых, чтобы поднять уровень внутреннего туризма, выехали местные. Однако и владельцы зон отдыха, и посетители обязаны соблюдать строгие санитарные правила. Юлия Тужилкина расскажет подробнее. На пляжах Грузии в этом году отдыхающих мало, ведь иностранных туристов нет. А те грузины, которые могут позволить себе тот или иной вид отдыха, обязаны выполнять правила Минздрава среди основных – социальная дистанция и разделение пляжных зон. Как говорят эпидемиологи, расслабляться нельзя. На фоне снятия ограничений, а в Грузии заработали почти все сферы, вирус может вернуться. Поэтому даже на отдыхе нельзя забывать о мерах безопасности. В основном это соблюдение дистанции на пляжах. То есть одна компания, одна семья должна быть отделена от другой компании, не менее двумя метрами, так сказать, расстояния. И чтобы было соблюдено на пляжах дистанция. А основное – ну, конечно, нощение масок. Если ты выходишь уже с пляжа или в кафе, или где-нибудь, по дороге обязательно нощение масок. Большие требования предъявляют и к администрации пляжей и летних развлекательных учреждений. Информация о мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса должна размещаться на видном месте, а при входе в закрытые помещения обязателен термоскрининг и дезинфекция. Одна из сложных частей рекомендации – технологическая, связана с водой. Поэтому шли долгие переговоры по поводу очистки воды. Мы очищаем ее по европейским стандартам. Кроме того, мы выполняем и другие рекомендации, которые требуют отдельного финансирования, так как просто стикерами людей не заставишь соблюдать дистанцию. Нам пришлось удвоить рабочую силу, чтобы соблюдение дистанции контролировалось. Ограничения и правила, как оказалось, не сильно повлияли на настроение отдыхающих. Соломе Гигаури вместе с семьей ежегодно ездит в Батуми, а когда находится в Тбилиси, не упускает шанс отдохнуть и на столичных пляжах. Что касается этого сезона, по сравнению с прошлым, я не могу сказать, что сильно уменьшилось число людей. Границы закрыты, люди предпочитают местный отдых. В связи со сложившейся ситуацией в этом году мы тоже поедем по другим городам страны. Отдыхать будем у себя в Грузии. Чтобы снизить риск распространения коронавируса, ряд требований существует и для арендодателей шезлонгов, зонтиков и скутеров, а также для уборщиков мусора. Отдых под надзором патрульных, которые в случае нарушений недобросовестных граждан привлекают к ответственности. Юлия Тужилкина, Шалова, Сура Милашвили, Хабар, 24, Грузия. Жители Сан-Паулу посещают галерею без риска для здоровья. Посмотреть на произведение искусства все желающие теперь могут прямо из салона автомобиля. Для этого организаторы галереи разместили в большом ангаре 18 полотен. Одно посещение импровизированной выставки обойдется любителям искусства в 8 долларов. Если же автомобиля нет, организаторы предложат авто в аренду. Приобрести билеты можно через сайт. На один сеанс допускаются не больше 20 машин. Выходить из автомобиля нельзя. К слову, все картины художниками были созданы в период пандемии. Посетить галерею, пусть и в таком формате, это что-то новое для нас. Это вызывает восхищение. Сан-Паулу постепенно открывается. Мы все были заперты в четырех стенах из-за пандемии. А посещение таких мест дает возможность жить. Вернемся к событиям в нашей стране. Один из крупных в республике заводов по переработке крупы вышел на запланированные мощности. Он расположен в селе Жахсе Акмолинской области. В сутки здесь перерабатывают 60 тонн сырья и выпускают 30 тонн чистой продукции. По словам специалистов, из года в год в регионе число таких предприятий растет. Сейчас их число достигло 85. На этом заводе весь процесс переработки полностью автоматизирован. Благодаря передовым технологиям за работой всех составляющих наблюдают 4 оператора. Предприятие производит 9 видов продукции. Это в основном хлопья злаковых культур и манная крупа. Выпускается товар в упаковках от 400 граммов до 2-3 килограммов. В скором времени меню производства собираются расширять. Это позволит открыть дополнительные рабочие места. На данный момент по Казахстану это идет юг Алмата, Чемкент, восточный Казахстан, само собой Акмолинская область и запад Казахстана. Думаю, выйдем уже в ближайшем будущем в ближние и дальние зарубежья. Сырья для работы достаточно, говорят, на заводе. Оно доставляется со своих полей. Сейчас на базе предприятий дополнительно открылось 4 менничных комплекса. В сутки они перерабатывают 1000 тонн зерновых культур. Хорошо развита мукомольная промышленность. В целом мы можем произвести муки порядка до миллиона тонн в год. 47 предприятий у нас имеются, но по мукомольным, конечно, спроса такого нет. Ежегодное производство составляет порядка 350-360 тысяч тонн. Конечно, мощности у нас есть, но пока рынков сбыта, к сожалению, не так много. Основные рынки сбытка, допустим, по муке, это страны Средней Азии, это Афганистан, это Пакистан. Кроме переработки злаковых культур, здесь налажено и производство по выпуску растительного масла. Таких предприятий в регионе 8. Они ежегодно производят до 50 тысяч тонн продукции. В скором времени в двух районах области откроется еще пара таких заводов. Вульвар Жантасова, Дамир Бирюкова, Анатолий Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. Окрестности Туркестана будут озеленять по методике коллег из Узбекистана. Отечественные специалисты уже находятся в соседней республике. Главная их задача – знакомиться с ландшафтом орала и узнать, как узбекским экологам удалось за короткое время возродить жизнь осушенного дна моря. Какие растения выживают в соленой почве, знает Жасенберкенов. Наполненный криками чаек и звуками морского прибоя, орал за несколько десятков лет превратился в пустыню. Трудно поверить, что когда-то он был в числе четырех крупнейших озер мира. 60 тысяч квадратных километров воды ушли. И теперь, пожалуй, это уже не Аральское море, а Аральская пустыня. Это место так и называют – Арал-Ком. И пустыня эта приносит немало проблем. Так, из-за экологической катастрофы 70 миллионов тонн пыли, соли и песка ежегодно попадают в атмосферу. Страдают от вредных выбросов жители Каракалпакстана и Харязма. А потом и власти стали искать выход. И нашли. Решили восстановить экосистему. Нет, не вернуть море, а посадить на его дне лес. Это смелая и своевременная идея, которую узбеки, надо признать, с успехом реализовали. За два года специалисты засеяли порядка 1 миллиона 200 тысяч гектаров устойчивыми к пустыне растениями. Речь идет о соленоколоснике, Саксауле и Гребенчике. Опыт Узбекистана ценили казахстанские чиновники. Это связано с рекреацией засушливых земель, обильных солью почв. Для того, чтобы вокруг Туркестана и в этом регионе улучшить климат. Здесь есть очень хороший опыт в Узбекистане, который они применяют в Каракалпакстане, на дне даже Аральского моря. Поэтому этот опыт нам надо тщательно изучить. Сейчас с нашей командой поедут работать и применить у нас в регионе. Сажать именно эти растения стали не случайным. По словам специалистов, они собирают вокруг себя вредоносную соленую пыль и песок, не давая им подняться в воздух. Производят посадку здесь как вручную, так и с помощью самолетов. Я впечатлен, что здесь применяли аэросев. То есть очень хорошая проживаемость. Это где-то на одном гектаре 1150 штук. То есть в дальнейшем почва начнет улучшаться и в дальнейшем здесь дальше можно и гребенчик сажать, и саксаул сажать. Я очень впечатлен от результатов узбекских коллег. К слову, казахстанцы свою заинтересованность быстро превратили в реальные планы. Так уже в ближайшее время наши соотечественники намерены высадить растения на 10 тысяч гектаров земли вокруг Туркестана. Из Ташкента и Каракалпакстана Жасимберкенов и Калежин Успан, Хабар, 24. Каспийского тюленя могут включить в Красную книгу Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве экологии. Животное попадает в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения. Ведомстве отмечают, что особый краснокнижный статус тюленя поможет сохранить его популяцию, а также в будущем создать для него особо охраняемую природную территорию. Сохранить поголовье тюленя в Казахстане призвал президент Токаев. Напомню, в начале июля молодого тюлененка, подплывшего близко к берегу, закидали камнями. А чуть позже на пляже молодые люди забили другого тюленя палками. Касамжо Мартокаев назвал действия казахстанцев дикостью. Отмечу, Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах. В Петропавловске выпускают уникальную полипропиленовую тару слинкбэги. Один такой мешок позволяет транспортировать мелкодисперсные продукты весом до 4 тонн. Инновационное предприятие работает с соблюдением всех санитарных норм. Здесь только сохранили рабочие места, но и ведут набор специалистов. Цех производит бигбэги, мешки и вагонные вкладыши. Нашими потребителями стали не только предприниматели Северного региона, а также предприниматели Центрального Казахстана, Южного Казахстана. Благодаря нашему качеству, благодаря своевременной работе планируем стать номер один в Казахстане и выходить уже на рынок СНГ. Планируем осуществлять полный цикл от лития нитей до завершения конечного продукта. Летчики и спасатели военно-воздушных сил Казахстана отработали прыжки с парашютом. В тренировках на аэродроме Жуламан были задействованы вертолет МИ-17. Воздушная пехота десантировалась с небольших высот от 600 до 800 метров. Подробнее в материале моих коллег. Хочешь летать, умей и с парашютом прыгать. Это золотое правило для бойцов военно-воздушных сил. Для летного состава парашютные прыжки обязательны. Это тренировки на случай ЧП с воздушным судном. Поэтому без определенного количества вот таких прыжков к полетам летчиков не допускают. Итак, последние наставления – осмотр и в полет. Прыгаем, солдатикам, выход. Вот, прошу. Всем ясно? Так, точно. На произведение не соблюдать меры безопасности. Снизу вас будут страховать. У меня 8 прыжков. Еще будучи курсантом летного училища мы тренировали этот навык. Сегодня был мой первый прыжок с момента моего пребывания в воинской части. Конечно, каждый раз испытываю волнение. Вместе с молодыми летчиками боевые навыки отработали и специалисты поисково-спасательный и парашютно-десантный служб. Только высота их полета в разы была выше и доходила до 3,5 километров. Кроме того, спасателям требовалось выполнить ряд обязательных упражнений. К примеру, элементы управления куполом и прыжки с задержкой его раскрытия. На сегодняшний день военно-воздушные силы оснащены полностью парашютно-десантной техникой. Для летного состава это Д-15У учебно-тренировочные парашюты. Для специалистов поисково-спасательных служб у нас парашютная система специального назначения типа крыло «Инсайдер», которому можно прикреплять разгрузку для доставки, а также доставка медиков. Именно поэтому в таких тренировках принимают участие и военные медики. В случае чрезвычайной ситуации медицинская служба вместе с поисково-спасательной группой должна быть готова оперативно оказать помощь пострадавшим. С собой на прыжки мы берем все необходимые медикаменты. Занятия по парашютной подготовке проводятся с экипажами два раза в год. Кроме того, парашютная подготовка обязательно в программах летных военных учебных заведений. Алина Параджан, Хабар, 24. Писатели, поэты и профессиональные переводчики из разных уголков мира собрались на онлайн-конференцию, организованную издательством Кембриджского университета совместно с посольством Казахстана и Великобритании. Ее участники обсуждали наследие Абая. Один из активных участников дискуссии – известный шотландский писатель и поэт профессор Джон Бернсайд. Он перевел слова назидания казахского просветителя и философа на английский язык. Лауреат международных литературных премий отметил, что в ходе изучения трудов классика он увидел множество параллелей с западными авторами. Для себя я увидел общность с тем в творчестве Абая и знаменитого шотландского поэта 18 века Роберта Бернса. Оба поэта писали о переживаниях романтической любви, обличали лицемерие, коррупцию и другие пороки общества и искренне любили свою родину. Отмечу, к концу года планируется презентация нового проекта по переводу и публикации сборника произведений Абая на английском языке. Проект осуществляется издательством Кембриджского университета совместно с Национальным бюро переводов Казахстана. Это все новости к этому часу. Носите маски и перчатки. Берегите себя и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин